Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Сейчас будет общий торопрогноз. Карта дня на 14 июля. Ну, код, конечно, возле меня. Так. Для каждого знака зодиака. Уже давно есть на моем канале торопрогноз на июль общий и уже есть даже на август. Так что приятного просмотра. Все легко найти в прайлистах. В плейлистах. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии. Благодарю. И за подписку, конечно же, спасибо. Так, а сейчас у нас, как всегда, овни. 14 июля. Четверочка Пентакли. Карта такая, знаете, в стабильной финансовой ситуации. Хорошие сделки, все хорошо, деньги. Ну, еще может говорить о том, что лучше синица в руках, чем журав в небе. Кто-то может не захотеть рисковать и не стоит рисковать в этот день. Ну, в плохом смысле может говорить о жадности, о вашей жадности или о кого-то из близких жадности. Ну, с жадностью можете встретиться. И есть еще такое, знаете, когда в отношениях один из партнеров считает другого собственностью другого человека. Так что такое может быть. Ну, и нежелание менять. Это может быть нежелание менять, расставаться, что-то менять. Меня это устраивает. Не хочу, не буду, не отдам. Это мое. Наши тельцы, красивые тельцы. Карта дня на 14 июля. Повешенный. Не лучшее время для того, чтобы форсировать события или что-то делать грандиозное, или что-то решать. Знаете, так лучше подвиснет вопрос или ситуация какая-то. Это нужно, чтобы найти на нее ответ, посмотреть на проблему с другой стороны. То есть по другим углам, с другой стороны зайти. Также эта карта может указывать на то, что один из партнеров считает себя жертвой в отношениях. Или же добровольная жертва. То есть когда вы чем-то или кем-то жертвуете ради кого-то или чего-то. То есть добровольно жертвуете чем-то или кем-то. Так, наши близнецы. Следующие наши красивые близнецы. Карта на 14 июля. Смотрите прогнозы мои на август уже даже есть. Ну, за июль уже даже не говорю. Все знают, что есть. Королева жезлов. Ну, такой день, знаете, очень энергичный. Много дел. Такой день любви к себе. Какой-то, знаете, такой проявление профессионализма, энергии, движения, встречи. Какие-то события могут быть тоже. Лидерские способности. Для мужчин может означать встречу с дамой такой незабываемой харизмы. Дама может быть знака огня. Очень красивая дама. Ну, да, мы тоже можем с такой дамой повстречаться. Это тоже. Ну, для мужчин она чуть-чуть в другом отношении. Так, раки. Наши раки, красавицы и красавцы. Карта дня на 14 июля. Все будет хорошо. Достигните желаемого. Девяточка чаш. Это когда достиг желаемого. Доволен собой. Самодоволен. Может кто-то захотите себя побаловать. Я заслужил. Я молодец. Меня все устраивает. Еще это может означать. Это карта. Когда человек все устраивает. Он не хочет ничего менять. Незамужник девушек может ожидать предложения руки и сердца. Ну, вот так вот. Вроде все сказала в общих чертах. Так, следующие наши львы и львицы, конечно же. Наши красивые львы. Наши цари зверей. Так, нет, не хочу эту. Хочу другую. На 14 июля. Карта для львов. Не зря. Видите, другую достала. Победителя карта. Получение заслуженной награды. Повышение, там, я не знаю, зарплаты. Повышение по службе. Премия. Еще что-то. Когда люди признают, что вы молодец. Вы на коне. Вы заслужили награду. Вы победитель. Карта хороших новостей. Может быть еще. Карта какой-то поездки приятной. Путешествия. Тоже может быть. Может кто-то запланирует отпуск из Львов. Хоть и небольшой, но отпуск. Так, следующие наши девы. Не забываем смотреть прогнозы на июль и на август уже есть. Так. Ой, это что такое? У меня колода перемешалась. Двоечка пентаклей. Суета. Нестабильная финансовая ситуация. Может быть нужно будет одалживать деньги. Или пользоваться чужими деньгами. Или думать, куда потратить. Сюда или туда. На работе могут быть какой-то аврал. Что-то где-то за кого-то может еще делать. Суета. Много дел. Много звонков. Много поездок. Нужно проявлять, знаете, такую гибкость приспособления. И такую креативность, что ли. И находчивость. Вот еще что. Весы. Наши красивые весы. Вам аркан на 14 июля. Не забываем смотреть прогнозы на июль и на август уже давно есть тоже. Для каждого знака зодиака. Там есть очень интересные прогнозы. Так. Весы. Пятерочка. Пятерочка жезлов. Из хорошего. Это интересные задачи на этот день могут быть. И такое соревнование. Командные соревнования. Соревнования. Ну, может быть и драка. Может быть и скандал. Может быть и ссора. Даже такое, что дойти до драки. Но не советую вам вступать в драку. Лучше воздержитесь. Лучше пусть нервничают ваши оппоненты. Не нервничайте. Так. Наши скорпиончики. Наши красивые скорпиончики. Аркан для вас на 14. 14 июля. Солнце. Самый вот. Один из самых замечательных. Ясность. Решение какой-то задачи. Понимание, как что делать. Куда идти дальше. Ну, праздник. Счастье. Лето. Отпуск. Поездка. Приятное путешествие. Может какого-то отпуск начнется. Или поездка в этот день. Дети. Радостные новости. Новости. Да, могут быть. И о детях. Что тут сказать? Солнце. И карта здорового эгоизма. Не забывайте думать о себе. Не забывайте думать о себе. Так. Теперь у нас стрельцы. Наши молодцы. Красивые. Так. А ну-ка мы возьмем, наверное, вот эту карту. Так. Стрельцы. У вас окончание. Не пугайтесь. Люблю эту карту. Хоть она выглядит такой. Карта десяточка. Мечей. Говорит об окончании чего-то тяжелого, сложного. Периода. Это может быть отношение. Это может быть болезнь. Это может быть кусок работы. Какой-то проект. Все что угодно. У кого-то. То, что занимало все ваши мысли. Вы об этом все время думали. Да, это может касаться и измены, и нажав спину, и какого-то некрасивого поступка за спиной, когда друг, знаете, подвел. Такое тоже может быть. Но этому приходит конец. Нужно отпустить эту ситуацию и идти дальше. Сейчас достанем что-нибудь хорошее. Действительно, это две одинаковые карты. Прямо у вас эта карта подтверждается вот этой. Это похожие совершенно карты, но только это старший аркан. Он усиливает. Это говорит о том, что пришло время отсечь то плохое, сложное, что не дает вам жить, идти дальше, жить, работать, развиваться. Нужно оставить это. И чем сильнее вы будете за это держаться, тем сложнее будет вот этот период. Это так и должно было случиться. По-другому быть не может. Только конец. Конец эпохи. Конец одной эпохи, начало другой. Нужно взять косу и отсечь. Так что, стрельцы, не бойтесь. Не нужно держаться за старое, то, что вам мешает. Нужно открыть сердце новому. Такое может быть. Окончание, да, может быть и кто-то болезнь какая-то, заболел, выздоровел. Так, наши козероги и козерожки красивые. Аркан для вас на... Что у нас тут? 14 число июль месяц. Не забывайте смотреть мои прогнозы на июль и на август уже есть. Для каждого знака заболевка. Тяжелая ноша. Стрельцы. Ну сколько можно так, грубо говоря, пахать? Много планов на этот день. Много задач. Много работы. Много ответственности. Много напланируйте. Может быть окончание какого-то сложного участка работы, на котором вы трудились. Все что угодно. От ремонта в доме и к большому проекту в офисе. Нужно поберечь здоровье. Нужно попытаться распределить обязанности и вместе с кем-то доделать это. Да, вы молодцы, вы сможете. Но нужно подумать о своем здоровье. Потому что это может плохо сказаться на вашем здоровье. Так работать. Поэтому, козероги, прекращайте. Начинайте думать о своем здоровье. Водолейчики. Что такое? Ну она. Мир. Какой замечательный аркан водолейчикам достался. Это душевное равновесие. Спокойствие. Когда все хорошо. Когда вы, как говорится, в мире с собой. Начало нового замечательного периода. Успех, благополучие, радость. Ну все хорошо. Что тут еще скажешь? Замечательный день должен быть. Даже долго говорить не надо. Про мир, да? Рыбы, рыбульки, красотульки. У меня уже прямо рыбульки, красотульки выходят. Ой, рыбульки. Что ж такое, пятерочка. Не нужно так печалиться. Есть еще из-за чего идти дальше. У вас не все потеряно. Все еще есть из-за чего и ради кого жить. Пятерочка это такая, знаете, временная печалька. Может быть нужно отдохнуть, перезагрузиться. Да, устали. Какая-то голова занята мыслями. Это чаще всего эмоции. Да, вы за это переживаете. Не стоит так переживать. Нужно отдохнуть, перезагрузиться. И все само собой получится. Не все так плохо, как вам может показаться. Нужно отдохнуть и все наладится. Небольшая печалька, грустинка. Время отпуска, время отдохнуть, время перезагрузиться. Вот такой получился прогноз на 14 июля для всех знаков зодиака. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале. Не забывайте смотреть прогнозы на июль и на август. Субтитры сделал DimaTorzok